что нового у герцогов сасекских да в принципе ничего нового скандалы скандалы герцоги сасекские выпустили заявление по поводу спотифай и призвали контент бороться с фейками о ковид на платформе контент якобы нарушает закон герцогов сасекских транслируют дезинформацию и защищают джо рогана кстати джо роган частенько упоминал своих выпусках меган вот как работает меган те кто критикует пару или плохо о них отзывается то сразу становятся врагами решила воспользоваться королевским титулом и написала жалобу в спотифай чтобы они уволили джо рогана не напоминает ничего точно также она написала жалобу в телевизионную контору чтобы руководители уволили пирса моргана смешно заявление парочки многие это оценили как оправдание оправдались за нежелание работать вот такие заголовки печатают сми по сути сми и пользователи в соц сетях не лгут уже больше года парочка не выпускала ничего нового подкасты фильма и т.д. нетфликс и спотифай явно уже пожалели что заключили контракт с гарри и меган кто знал что они такие тунеядцы до того как разгорелся крупный скандал аудиогигант обвинил герцогов сасекских в невыполнении условий многомиллионного контракта по условиям договора герцоги сасекские должны были создавать подкасты для спотифай но выпустили они только один подкаст после этого они не выпустили ни одного материала для сервиса получив при этом гонорар в размере 18 миллионов руководство стриминговой платформы высказала недовольство поведением герцогов сасекских но те и не стали отмалчиваться если раньше прикрывались декретом то в данный момент они обвиняют во всем спотифай пресс-служба сасекских выпустили официальное заявление с момента создания archival мы работали над преодолением глобального кризиса дезинформации в режиме реального времени в апреле прошлого года наши соучредители начали выражать озабоченность партнером спотифай по поводу последствий дезинформации о ковид-19 на платформе мы продолжаем выражать нашу озабоченность спотифай чтобы обеспечить внесение изменений в платформу мы рассчитываем на то что партнеры будут действовать правильно поэтому намерены продолжать нашу совместную работу мы намерены продолжить наше сотрудничество завершили выступление сасекса на позитивной ноте якобы с самого начала сотрудничества спотифай у них не задалось а ведь платформа в действительности помогает паре на платформе выпустили объявление о том что они ищут новых штатных сотрудников для работы с archival например спотифай вакансия на роль старшего продюсера для шоу гарри и меган объявление в настоящее время мы собираем команду которая совместно с archival создаст и запустит новое шоу с участием известных женщин идеальный кандидат имеет опыт работы с известными людьми и интересуется социальным активизмом и поп-культурой netflix художник постановщик для мультсериала жемчужина все работают от сотрудников фонда до руководителей платформы а гарри и меган тогда чем заняты все вокруг виноваты кроме герцогов сасекских самого начала сми затем соц сети кс расизм сексизм пирс морган родственники меган маркл теперь же спотифай все эти оправдания прикрываются за нежеланием работать многие обвинили герцогов сасекских в мошенничестве общественность не перестает задаваться вопросом чем же заняты герцоги сасекские и каковы их результаты сотрудничества спотифай и netflix ведь контракт заключили деньги получили а работать не хотим не так ведут бизнес малыш гарри интересно какое у них оправдание будет по поводу netflix на днях мегана заодно и ее супруг принц гарри в очередной раз получили заряд критики от отца герцогини сасекской томаса маркла комментируя победу герцогини в судебном разбирательстве по поводу апелляции издания mail on sunday из-за публикации отрывков из ее личного письма к отцу получатель письма томас маркл выразил сожаление это решение не позволит ему дать показания в суде и оправдать себя от нападок меган ведь он считает что послание было не письмом любящей дочери о списком обвинений в его адрес о которых пять друзей меган с удовольствием рассказали изданию people именно после этого он и передал письмо в сми он хотел чтобы общественность узнала как все было на самом деле заодно в рамках этого интервью томас маркл негативно отозвался о принца гарри назвав его как бы это помягче в общем в моем детстве это называлась конфета серобираешка кстати почти дословно а не только по смыслу совпадает с тем что сказал томас а гарри а меган напомнил что у них было вполне достаточно денег чтобы не считать дешевый салат-бар верхом роскоши ведь совсем недавно герцогини сасекская зачем-то решила рассказать что детство и юность у нее были скудными и обед в салат баре сизла был для нее просто праздником а между тем королевский эксперт джонатан сакердоти напомнил меган ведь вас герцогини предупреждали не стоит ссориться со своей семьей могут и не простить и на свет божий из их уст будут появляться разнообразные неуклюжие истории из вашей прошлой жизни в интервью изданию daily экспресс г н сакердоти сказал я думаю что меган сталкивается с довольно большой проблемой с точки зрения семьи она полностью отрезала от себя почти всех своих родственников с которыми ранее была очень близка включая своего отца который судя по всему всегда поддерживал дочь и оплачивал ее частное образование теперь она не разговаривает с ним томас маркл часто говорит об этом и он довольно критично отзывается о ее поведении и поведение гарри я думаю что мы можем ожидать что в будущем члены ее семьи будь то брат сестра или отец будут говорить о вещах о которых она бы не хотела услышать джонатан сакердоти продолжил мы также можем ожидать более неловких откровений о меган в книгах которые будут написаны о ней не санкционированные биографии будут противовесом очень очень тщательно управляемым пиар усилием сасексов им нужно уже сейчас подумать о том как они будут реагировать на такого рода откровения меган прожила пол жизни прежде чем стала членом королевской семьи у нее был предыдущий брак семейные споры карьера актрисы и модели все это может стать источником истории которые интересны таблоидом и публике но будут неловкими для ее новой жизни в роли герцогини многие из тех людей которые знали меган и дружили с ней долгие годы в голос утверждают герцогиня клушинди не в новинку идти по головам использовать людей в качестве ступенек в социальной лестнице а затем когда они становятся ей не нужны безжалостно отбрасывать их на обочину собственного пути к славе и богатству уже отца так отбросила просто ради своего принципа и он далеко не первая жертва возможно поэтому знаменитости не дружат искренне с ней а просто лицемерит выкачивая насосом престиж и богатство из этой дружбы такой способ взаимодействия природе называется паразитизм только не понятно кто паразит а кто жертва они друг друга стоят в своем пока ты мне нужен ты просто алмаз ты так мне важен а потом когда нечего стало выкачивать сразу забудь мой номер ты мне больше не нужен гэн шон говорит многие знаменитости полагались на дружбу с гарри и уильямом как на возможность собственного дальнейшего продвижения к успеху но сейчас большинство понимает гарри в королевской семье никто более того паршивая овца в будущем на троне воцарится только один король и этот король вильгельм так что вряд ли кто-то будет делать ставку на дружбу с гарри и лояльность к беглому принцу зная знаменитостей так как их знаю я могу дать принцу гарри только один совет пусть наслаждается моментом пока кто-то из звезд еще желают дружить с ним и меган маркл а нифига меган кинула всех раньше отбросила как биомусор так что хазик и вампир петух наслаждайтесь тем вниманием которое у вас есть а то потом останетесь у разбитого корыта если будете много хотеть понравилось видео ставьте лайк подпишитесь есть собственное мнение на этот счет пишите в комментариях обсудим в этом заголовке прекрасно все принц ох целый принц или может быть все же капитан армейского воздушного корпуса это последнее его воинское звание которое он получил 16 апреля 2011 года за все его 10 лет службы в действующей армии великобритании все остальные были почетными королевскими нарушает молчание ну может быть по поводу событий в афганистане а так то капитан армейского воздушного корпуса не только бросил свою королевскую службу и был лишен королевских военных покровительств великобритании но и болтает направо и налево ежедневно оскорбляя королевскую семью свою семью и тем самым оскорбляя и поданы в британского королевского дома обратившись к коллегам ветеранам но мы же только из сс все помним что две боевые командировки его высочества в афганистан были ничем иным как почетной ссылкой для избавления от зависимости и от скандалов которые окружали шелуна гарри и свое время в боевых командировках в афганистане он проводил специально охраняемом бункере где резался со своими телохранителями playstation иногда позируя для боевых снимков тем не менее принц гарри из своего поместья в монтесито в сша счел для себя уместным высказаться через твиттер аккаунт фонда уэс games foundation который гарри создал который создали для него и поддержание его имиджа приличного человека для военнослужащих пострадавших в боевых действиях то что происходит в афганистане находит отклик в международном сообществе с многие участвующие страны и участники в семье уэс games связаны общим опытом службы в афганистане в течение последних двух десятилетий и в течение нескольких лет мы выступали вместе с командой уэс games team в афганистане мы призываем всех в сети уэс и более широкое военное сообщество обращаться друг к другу и предлагать друг другу поддержку что-то у меня далее и слов нет а у вас пишите в комментариях